В эти выходные неизвестные спилили ёлку на набережной озера Смолина. Похитители четырёхметрового дерева зафиксировала камера видеонаблюдения. Лица злоумышленников скрывали маски. Сейчас представители района администрации готовят заявление в полицию. Чтобы избежать дальнейших актов вандализма, на улицах города решено усилить контроль. Нам придётся с вами сначала покрыть весь город камерами, а потом продолжать заниматься благоустройством и озеленением. Потому что с учётом тех действий вандальных, которые происходят на территории города, нам просто уже скоро, наверное, не оставят выбора. Сделаем новые остановки, их разбивают, колодцы открывают, крышки воруют. Деревья, четырёхметровая ель, кому она нужна? Домой поставить? В масках прийти полвторого ночи? Зачем это делать? Вообще для чего? Ещё одна вандальная история благополучно завершилась в Чурилово. Украденные ливневые решётки подрядчик восстановил за собственные средства. Тем временем город продолжает готовиться к Новому году. В районах монтируют иллюминацию и праздничное оформление. Для управляющих компаний напоминаю, что в городе проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление, в том числе фасада и прилегающие территории. Призываю активнее принимать участие и подавать заявки. Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте администрации города. Заявки будут приниматься до 10 января. В Челябинске продолжается реконструкция трамвайных путей. По улице цвилинга сегодня открыли движение вагонов. Ограничения же для автомобильного транспорта продлили до 24 декабря. На период ремонтных работ по первой пятилетке кольцо Чегрес становится промежуточной остановкой. Повторная оплата проезда с пассажиров не требуется.